Всем привет! Вы смотрите традиционные еженедельные новости Нинтендо, и это значит, что с вами Настя! А впереди ждут инсайдерские слухи о предстоящих проектах, маломальски значимые анонсы для свич, утечки и сливы разной степени важности и непременный розыгрыш. На этот раз сразу пяти цифровых ключей классики Адвенчур. Детали расскажу чуть позже. Еще семь дней пролетели и стали историей, а значит, самое время оглянуться и подвести итог ушедшей недели. Бобер, ты там еще не впал в осеннюю спячку? Билли, заряжай! Билли, заряжай! Главная новость недели – стремительно надвигающийся сентябрьский эфир Нинтендо Директ. По слухам от известного инсайдера Джеффа Грабба, на презентации будет много Зельды. Для разогрева расскажут о портах Wind Waker HD и Twilight Princess HD. А потом перейдут к главному блюду – новому геймплею The Legends of Zelda – Breath of the Wild 2. Вроде как даже должны сообщить финальное название игры и точную дату релиза. Я так скажу, давно пора внести ясность в потенциально главную игру 2023 года. Кстати, как насчет минуты щедрости от нашей редакции? Пишите в комментариях хэштег «Жду Директ» и название игры, которую ждете сильнее всего. А в следующем выпуске с помощью рандома и бобра мы выберем пятерых счастливчиков, которые выполнили оба условия. Все просто. С вас – коммент, а с нас – ключ адвенчуры Karma Incarnation, которую любезно предоставил издатель Chili Dog Interactive. Ох уж эти любители сливов. Еще один инсайдер с ником The Snitch, то есть Проныра, заявил, что кооперативное приключение It Takes Two заглянет на Switch уже в этом году. Вот мне интересно, как они вообще собираются делать разделение экрана? Сплитскрин в It Takes Two – это довольно сложная штука, и потому сам создатель игры Юзеф Фарес ранее открещивался от возможного порта. Что ж, скоро увидим, как он теперь будет переобуваться и что придумает. Заключительная часть директа пройдет под лозунгом «Слышь, купи!». Но вы догадались, на Switch должно заглянуть юбилейное издание Skyrim, которое в прошлом году вышло на всех остальных платформах. Switch не пригласили на десятилетие, но к одиннадцатому дню рождения все будет. Очень хочется увидеть Тодда Говарда, который даст интернету повод для парочки новых мемов на тему необходимости каждому, кто посмотрел эфир, срочно приобрести очередную копию Skyrim в свою коллекцию. Но лично я по-прежнему жду новостей о Metroid Prime 4. Уже пять лет прошло, алло! Алло, мы ищем таланты. И раз уж даже Bayonetta 3 обзавелась датой релиза, то и другому долгострою пора бы подтянуться. Ставьте лайки, если согласны, а от лирики срочно переходим к конкретике, к главным релизам этой недели. 30 августа вышли любители носить панцирь как рубашки Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabunga Collection. Сборник классики от Konami состоит из 13 игр, которые выходили около 30 лет назад на аркадных машинах, 8-битных и 16-битных консолях. Годнота нереальная. Все фишки классических игр на месте, а в придачу Konami отвалило много бонусов, которые точно понравятся ностальгирующей публике. Turtle Power! Кстати, у нас на канале есть запись этой игры. Для вас старались баберы-цыган. Слово о птичках, точнее о наших пиццеедах. В недрах Konami готовится масштабный сборник ретро-игр из нулевых годов, включая любимых черепах. Компания Nickelodeon пошла еще дальше. Она готовит дорогостоящую игру про черепашек с большим бюджетом. Релиз вроде как в 2023 году, хотя я бы предпочла для начала хотя бы тизер увидеть, от которого хотелось бы во весь голос закричать «Кавабанга!». Не можете решиться на покупку сборника ретро-игр про черепах? Тогда смотрите наши стримы с подробными демонстрациями всех игр серии. Там все очень подробно расписано. Ролики запали в душу? Тогда ставьте лайк, жмите на колокольчик и следующим шагом подписывайтесь на нас в сервисе Бусти. Все те, кто поддержал нас чеканной монетой, могут влиять на наше творчество и даже заказывать эксклюзивные видео. Варианты подписки есть на любой вкус, от видео из-за кулис до конкурсов со спецпризами. Бонусы в любом случае получат все. Считанные дни остаются до релиза Сплатон 3. Можно сказать, что новое поколение инклингов у нас практически на носу. Редакция Нинтенда еще не отошла от участия в эпическом Сплатфесте, а тут уже пора вкатываться со всех щупалец и ног. 9 сентября ждем на Switch, пожалуй, главную игру этого месяца, которая доказывает, что на нашей уютной платформе есть место и для киберспорта. Я надеюсь, что в Твиттере не отменят эту игру из-за того, что Шивер оказалась обычной девушкой, а не очередной небинарной персону в угоду ЛГБТ-сообщества. Респект, Нинтенди. Под повесточку не прогибаются. Для тех, кто немножечко подустал от покемонов, 6 сентября из раннего доступа наконец-то вышло тем-тем. Тут все просто. Исследуем летающие острова архипелага Амнинезия, собираем отряд из боевых зверюшек и бросаем вызовы другим тренерам. Их тут называют дрессировщиками или теймерами. Все равно до Скарлетт и Вайолетт еще аж два месяца. Французский ритейлер C-Discount случайно спалил дату выхода ремейка Crysis Core Final Fantasy VII. Великая игра не менее знаменательного 2007 года с припиской Reunion появится аккурат перед новогодними праздниками, то есть уже 13 декабря. Официальные инфу до сих пор не подтвердили, но выглядит все это очень правдоподобно. Фанаты Лопатного Рыцаря ликуют. Со времен релиза Карманного Подземелья прошел почти год и аппетит по новым встречам в Шовл Найт вырос до неприличных размеров. Главный яхт-клуб геймдева наконец-то сообщил нам, что релиз вертикального эрогалика Шовл Найт Дик состоится уже 23 сентября. У Лопатника стащили его сокровища и теперь ему остается стримглав лететь вниз в погоне за Буровым Рыцарем, который все бурит и бурит, бурит и бурит. Ой, мальчишки, что-то бурита захотелось. А вам? Знаете же фразу «это никому не понравилось»? Она про мобильную версию Mario Kart Tour, а точнее про ее гача-механики. Игроки настолько от них устали, что объявили разработчикам ультиматум «Убирайте или мы сами уберемся из игры». В итоге, с 5 октября, прямо на мой день рождения, из мобильных гонок исчезнут особые трубы с рандомным контентом. На их место придет полноценный магазин, где покупать весь этот контент можно будет напрямую. Само собой, за все те же рубины, что и раньше. Продолжая тему вырезанного контента, в Хогвартс Легаси не получится сыграть в квиддич, популярное спортивное развлечение из вселенной Гарри Поттера. Об этом стало известно на сайте разработчика. Игроки по-прежнему могут летать на метле и устраивать гонки с другими учениками Хогвартса. Но объединить все это в одно соревнование, увы, нам не дадут. Может хотя бы ремастер квиддич в World Cup сделаете, а? Life Alive от Square Enix оказалась мощным летним эксклюзивом. Ремейк игры 1994 года, которая к тому же была достоянием исключительно японского рынка, вышел 22 июля. И чуть больше чем за месяц продался тиражом свыше 500 тысяч копий. То есть полмиллиона. Весьма не дурно для, без сомнения, низшего проекта без громкой рекламной кампании. В сети появились кадры из отмененной Kirby Air Ride. Она долгое время создавалась для Nintendo 64, но затем в разработку свернули. А получившиеся результаты кое-как адаптировали для GameCube. Согласитесь, было бы неплохо увидеть эту динамичную гонку на Switch спустя почти 20 лет после релиза. Как все знают, Бобер очень любит сборник Portal Companion Collection, которым не раз хвастался на стримах. Новость для него и не только. Шансы на третью часть резко выросли. Актриса озвучки Эллен Маклин, подарившая голос Гладос, буквально умоляет своих фанатов бомбить Valve письмами с требованиями сделать третью часть. Главное условие – письмо должно называться «Эллен хочет сделать Portal 3». Посмотрим, что из этого выйдет. Продолжается затянувшаяся эпопея с известным сайтом-посредником LightMF. С помощью этого сервиса многие россияне заказывают посылочки из США. Оказывается, по каким-то своим документам они вправе вскрывать товары и активно этим занимаются. На днях ВК появилась парочка роликов, на которых некий Хосе по собственному желанию распаковывал товары и изучал содержимое. Мало того, что люди в итоге получают мятые посылки, так еще и в одном из случаев коллекционные карточки были выброшены в помойку. Их стоимость, конечно, после разбирательства компенсировали, но осадочек остался. Йоко Таро снова в деле. Анонсирована третья часть серии Voice of Cards под заголовком The Beast of Barden. Эта карточная игра выйдет уже 13 сентября и расскажет драматическую историю, используя в качестве главного средства нарратива колоду с симпатичными картами. А для тех, кто очень любит создателя серии Nier и Drakengard, предусмотрен крутой бонус. За небольшую доплату они получат делюкс-версию игры с предметами, которые вдохновлены мобильной ролевкой Nier Reincarnation. А карточки с 2B и A2 когда добавите? И кое-что на сладкое. Я была расстроена тем, что CD Projekt Red сочли Switch недостаточно мощной консолью для выпуска Cyberpunk 2077. Но теперь появился шанс, что игра все-таки доберется до наших широт. Поляки предоставили 8-битный спин-офф Road Race про платву в Найт-Сити. Среди платформ пока что заявлены iOS и Android. Надеюсь, уж с них-то рукастые ребята из CD Projekt смогут перенести свой будущий хит поближе к редакции Нинтендо и нашему привычному портативу. В общем, доверьтесь Насте, ведь именно я буду следить за событиями и оперативно сообщать вам. На этом все. Встретимся с вами через неделю. А чтобы вы не заскучали, рекомендую вам посмотреть наш ролик с историей Xenoblade Chronicles 1.2, а также стрим третьей части и мини-гайд для всех желающих стать разработчиком игр в России. До новых встреч на канале Нинтендо. Пока! Ну вот ваша любимая Настя, это такое, на тоненького студии, Настюха, закинь соплю за ухо. У меня просто речевой аппарат плохо развит, рот нерабочий. Лондон is the capital of Great Britain. Я уже с вечной родней 10 не играла. О, Господи!